А мы идем дальше, смотрим следующий ролик. Внимание на экран. Меня зовут Кристина Бухамбанте, мне 25 лет. Я приехала к вам с Италии. 5 лет жила с бывшим мужем Франции и 2 года с итальянцем-миллиардером. Эмоции еще есть, но я уверена, что больше этого человека в моей жизни не будет. После того, как рассталась, я решила приехать на кастинг к Захару Соленко, чтобы забыть предыдущие отношения, которые были адские для меня. Ну, а Захара я сильно не знаю, я помню, как он был агрессивный с Лерой просто. Я не допущу, чтобы он поднимал руки на меня, ни в коем случае. Раз поднимет руки, то я его забью голову об стене. Но я думаю, что мы поймем друг друга. Захаря, хочу тебе сказать, что ты все равно будешь моим, если я захочу. Я знаю 99%, что у меня все получится, и я знаю, если я захочу, то тут поменяешься на все 100. Почему именно Захар? Он мне физически нравится. А, физически. То есть ты такая девушка темпераментная. А корни у тебя какие? Ты русская или... Нет, я молдаванка. Молдаванка. Все как любит Захар. Пять лет в Италии, два года с миллиардером. Я так понимаю, состояние тоже неплохое. Физически Захар привлекает. Нет, там просто другая история. Понимаешь, в свое время Саймон увел из-под носа у Захара симпатично молдаванку. Да. А теперь пришла не просто молдаванка, а с итальянской недвижимостью встречалась с миллиардером. Захар, ну вот и на твоей улице праздник. Очень люблю девушек, которые встречались с миллиардерами. Более того, у меня все бывшие встречались с миллиардерами. И я бы даже сам себе хотел бы миллиардера, наверное, уже, потому что все повстречались с миллиардерами, кроме меня. Но еще есть такой вопрос. Ты военно обязанная? Скажи, пожалуйста. Нет. Слава Богу. Кстати, я тебе... Смотри, что написала здесь на маечке. Ты смотришь на девушку своей мечты. Какая молодец. Ну, Захар, все. И про Яну он забыл. А все, Яну мы не ждем, да, Захар? Можно новости последние узнать? Смотрите, по поводу Яны. Я говорю откровенно, мы по сей день общаемся, переписываемся каждый день практически. У нас довольно-таки теплая переписка. Но я, как бы, мальчик не наивный, не глупый. Прекрасно понимаю, что, скорее всего, я не дождусь ее, как я и говорил. Поэтому я открыт для новых отношений. Если девушка, которая придет ко мне, зацепит меня, ну, допустим, взять, к примеру... Кристина. Так, я тебя жду здесь. Взять, к примеру, Кристину. Если она меня зацепит, то, соответственно, я вполне возможно построю с ней отношения. То есть я не говорю о том, что я... А сейчас ты можешь сказать первое впечатление? Девочка в твоем вкусе зацепила? Ну, да, конечно, на моем вкусе. Хорошо. Если не Захар, вот, допустим, вы не срастетесь, ну, вам нехорошо будет вместе. Ты готова других наших молодых идеи рассматривать? Сейчас увидела молодого человека, который она проявляла симпатию. Он тоже красивенький такой. Но я остановлюсь на... Даня, Сахнов... Так тебе нравятся Сибири? Подожди. Мне нравится Смуглый има. Сахнов тоже красивенький. Понимаешь? Сейчас Даниила, сейчас вот такая корона вырастет. Танюк, Танюк, привет. Танюк, шансы вернуть Даню после сегодняшнего прихода уменьшаются. Тут у нас мисс Вселенная и красотка итальянская. Говорит, Сахнов тоже симпатичный. Два друга. Ну, у тебя будет возможность выбрать и определиться, а мы идем дальше.